Съемочная группа БН вновь отправилась на стройплощадки Приморского района. Первый объект – 25-этажный жилой комплекс Лахта. Дом уже построен, лишь кое-где рабочие устраняют внешние недоделки, а также благоустраивают прилегающую территорию. Буквально на днях комплекс обещает ввести в эксплуатацию. Последняя версия разрешения строительства действует до 5 декабря 2012 года. Сейчас дом готов практически полностью, на объекте работает госкомиссия. Квартиры продаются по 214-му федеральному закону. В комплексе предусмотрен теплый паркинг. Кроме того, совсем рядом с домом на разделительной полосе проезжей части улицы Оптиков есть открытая парковка. Пожалуй, основная проблема, с которой столкнутся жильцы дома – отсутствие крупных гипермаркетов и торговых центров. Поблизости только лишь небольшие магазинчики. Хотя в них можно купить все необходимое. Совсем рядом на пересечении с Туристской улицей расположен еще один объект – жилой комплекс Приморский каскад. Он состоит из восьми индивидуальных секций переменной этажности. Дом практически готов. Осталось завершить остекление балконов и благоустроить территорию. Последняя версия разрешения строительства, которая доступна в открытых источниках, действовала до 17 января 2012 года. Скорее всего, разрешение строительства продлили, потому что нынешний срок сдачи – 4 квартал 2012 года. Квартиры в этом жилом доме тоже продают по 217-му федеральному закону по договорам долевого участия. Однако, даже если придомовую территорию хорошо благоустроят, этого вряд ли будет достаточно для комфортного проживания. Рядом с домом на несколько десятков метров раскинулся заросший холмистый пустырь. Скорее всего, это остатки Приморской свалки. Будет ли этот участок облагорожен или застроен – неизвестно. Следующие два объекта находятся практически в одном квартале в сотне метрах друг от друга. Один из них – 16-этажный жилой комплекс «Акварель». Дом уже возведен под крышу. Сейчас ведется кирпичная кладка на уровне 4-5 этажей. Появились продажи квартиры весной прошлого года. Тогда же началось строительство. Завершить работу планируется в начале 2013 года, точнее, до 28 февраля. Разрешение строительства, которое было выдано 29 апреля 2011 года, действует как раз до этой даты. Квартиры продаются по 214 федеральному закону по договору долевого участия. Как и на предыдущем объекте, этот комплекс отделяет от Туристской улицы заросшую насыпь, правда, в меньших масштабах. Остается надеяться, что застройщик включит и этот участок в придомовую территорию, которую благоустроят после окончания строительства. Совсем рядом с акварелью строится последний на сегодня объект – жилой комплекс «Лахтинский разлив», выходящий окнами на лыжный переулок и мебельную улицу. Этот дом, как и предыдущие объекты, в высокой степени готовности. На объекте завершается кирпичная кладка. В некоторых секциях уже проводятся внутренние работы и остекление квартир. Нынешний срок сдачи – конец 2012 года. Разрешение строительства, выданное 23 августа 2010 года, действует до 30 декабря 2012 года, как раз до конца строительства. Жилье продают в соответствии с 214-м федеральным законом по договору долевого участия. Одним из плюсов двух последних жилых комплексов можно отметить наличие двух детских садов – школы-гимназии и детской поликлиники прямо во дворе домов. Кстати, это преимущество характерно для всех объектов, осмотренных нами в североприморской части. Эта часть Приморского района спланированно застраивается с учетом всей необходимой инфраструктуры. В каждом квартале возводятся социальные объекты. К тому же необходимо учесть, что все детские сады и школы строятся по новым проектам – с бассейнами и просторными спортивными площадками. Правда, главный недостаток также един для всех объектов. Практически весь микрорайон возводится на бывшей Приморской свалке. Несколько лет назад проводились работы по ее локализации. Да и под боком у жильцов микрорайона Юнтоловский заказник. Наталья Бабенко, Роман Рожков, Даниил Боротынский, БНТВ.